Привет всем! Однажды в своем телеграм-канале я опубликовала пост на 24 часа, под которым все желающие могли написать тему, на которой хотели бы увидеть полноценное видео. Побеждают вот эти люди, тадам! Именно они писали о создании персонажа. Так что да, я буду говорить о создании персонажей от а до я, от причины создания до внешности и лора. Ну и поделюсь своим опытом соответственно. Иногда я буду говорить крайне очевидные вещи, а иногда наоборот упускать что-то, что считаю не очень-то и важным. Внимание, в качестве примеров я буду брать как свои работы, так и работы других художников, но при этом я укажу их ники в самом видео. Договорились? Авторское право остается при них. В этом видео будет три основных пункта и несколько подпунктов. Сначала мы поговорим о характере, потом о дизайне, а потом об имени. У меня достаточно много персонажей, но у большинства из них нет даже имени и внешности пока что. Но есть зачатки характера, ведь я им прописала только роль своей истории. Просто у меня наполеоновские планы сделать свою игру и да, черт возьми, я знаю на что иду. А, ну и важно помнить то, что если вы хотите создать оригинального и цепляющего персонажа, то стоит добавить ему что-то странное или необычное. Не важно что, внешность или характер. Это будет цеплять людей. Будь то странные татуировки, прическа, руки, нос, уши, одежда и так далее. Все, теперь можем начинать. Причина, по которой нужен персонаж. Тут крайне просто. Зачастую обычные интернет-художники создают персонажей просто как отдушин. А вообще, на это есть куча причин. Я лично создаю персонажей для своей возможной будущей франшизы и потому что мне нравится их прописывать. Вы же можете создавать их в качестве маскота или для проекта или как адоптов для продажи. Вариантов очень много. Адоптом, кстати, лоры характер зачастую не продумывают, даже иногда имени не дают. Ну или как идея, если вы хотите набрать аудиторию, то можете создать одного-трех персонажей и рисовать жизненные мемчики. Ведь люди любят мемы. Придумываю ли я персонажи спонтанно? Да. И крайне часто. Например, в один из дней я понимаю, что мне нужно проработать коллег по работе у моих персонажей. Или же родителей главных героев и их учителей. В конце-то концов нужен какой-нибудь продавец в местном ларьке под домом главного героя, в котором он покупает булочки, например. Второй пункт. Характер и поведение. Да, я считаю, что именно от характера мы можем отталкиваться при создании персонажа. В том числе из характера выплывает дизайн, о котором мы поговорим чуточку позже. Большинство из вас, думаю, не имеет таких же наполеоновских планов, как и у меня по созданию героев. И вы просто обычный художник. Вам, скорее всего, не нужен огромный сложный лор и глубина персонажей. Но я все равно поделюсь своими советами. Сначала я поговорю о более простых персонажах а-ля маскот, а потом о сложных. Простые персонажи. Тут все просто. Зачастую многие интернет-художники не сильно парятся по поводу характера персонажей. Это нормально, ведь они обычно не планируют что-то сложное со своими персонажами. Это просто интернет-художники. Им не обязательно расписывать в описании по стать раду о истории того или иного героя. По этой причине персонажей можно не сильно раскрывать. Если же вы делаете маскота, либо хотите сделать запоминающихся, но не сильно сложных персонажей, чтобы вас узнавали люди, то советую делать им крайне яркий характер или внешность. Люди больше всего запоминают яркие, четкие эмоции, нежели а-ля сидит и нейтрально смотрит вдаль. Но тут делайте на свой вкус. Я лично по своему опыту сужу. В общем, если вы делаете персонажа просто по приколу, то можете не париться по поводу характера. Но если вы хотите быть запоминающимся художником и активно продвигаться в соцсетях, то соответственно советую гиперболизировать эмоции, что присуще вашему тому или иному персонажу. Не важно какие эмоции. Абсолютно. Но многие считают постыдно брать персонажа из себя. Лично я в этом ничего плохого не вижу. Например, главный герой моей истории Аврора. Вам она случайно никого не напоминает? А если так? Теперь все сходится. Аврора была создана 5 лет назад. Тогда мне было 11 лет. И логично было предположить, что у меня не было опыта в создании проработанных персонажей. С каждым годом Аврора взрослела, как и я. В один момент она перестала быть моей полной копией и идеальной версией меня, став отдельным персонажем. Но я все никак не могла сделать ее тем самым главным героем, которому можно сопереживать. И она мне казалась крайне пустой и типичной девушкой второсортных фэнтези анимешек. Но потом мой друг мне дал идею. А мол, сделай так, чтобы у нее были такие же негативные черты характера, как и у тебя. Таким образом она станет более реальной. Ведь у всех людей есть негативные черты характера. И тут меня осенило. Черт, это же гениально. Вместо того, чтобы делать из персонажа идеальную копию себя, можно просто взять свои негативные черты и соответственно он будет более глубоким и сложным. Но это не значит, что персонаж будет лишь с негативными эмоциями. Хотя, как идея, вы можете гиперболизировать свои негативные черты для негативных персонажей соответственно. Но Аврора больше позитивный, нежели негативный персонаж. Поэтому я частично списала лишь часть отрицательных черт, позитивные не трогала. Можно так каждому персонажу дать свои какие-то черты, помимо негативных, но желательно не больше одного-двух. В общем, да, Аврора конкретно претерпела изменения, начиная с дизайна, заканчивая внутренними переживаниями и мыслями. Так вот, из вышесказанного мы можем сделать вывод, что персонаж должен быть сбалансирован. Возьмем в качестве примера систему инь-янь и своих уже существующих на момент видео персонажей Аврора, если судить ее по сюжету, то вначале она добро с частичкой зла, как и многие из нас. Оно может быть такое и до конца истории, но если свернуть не туда и пойти по другой ветке, то она станет все-таки больше злом с частичкой добра, либо реально инь-янь. В общем, негативных черт станет куда больше. Но это мы относительно поверхностно судим, без глубины и внутренних переживаний. Протагонист может быть как и антигероем, как и антизлодеем, в зависимости от выбора игрока, но это не лишает ее возможности быть прописанным персонажем. Риан. Компаньон Авроры по одной из веток, он просто инь-янь. В нем много как хороших, так и негативных черт характера. Кира. Охо-хо-хо-хо, вот этот чувак вообще один из самых интересных персонажей. Антизлодей. Зло с частичкой добра. В моей истории нет однобокого добра и зла. Там и добро творит аморальные вещи, и зло иногда делает добро. Блин, мы снова отвлеклись на мой лор. Итоги. Если же вы не собираетесь делать что-то серьезное со своими персонажами, то можете не волноваться по поводу сложности и прописанности характера. За исключением, если вам просто скучно, и вы любите придумывать что-то сложное и большое, о чем потом благополучно забудете. Могу сказать, что в случае простого маскота, раскрытие лора станет просто приятным бонусом для интересных постов в будущем. Но не самой важной чертой. Если у вас мало фантазии, то можете использовать уже готовые архетипы персонажей и построить их под себя. Ну, а вот теперь мы подошли к дизайну. Одно из важных фишек персонажей. Пункт про дизайн, наверное, самый большой среди всех трех. Для некоторых дизайн даже важнее характера и лора. Эта тема крайне большая и сложная. Так что да, я могу здесь иногда ошибаться. Поэтому можете меня поправлять в комментариях. Но желательно без агрессии. Так вот, дизайн это внешний вид персонажей. Зачастую он должен отталкиваться от характера персонажа, но в некоторых случаях вы можете специально делать внешность противоположную характеру. Тут вы можете разгуляться по полной. Раз персонажа. Окей, допустим, есть куча существующих рас. Но как понять, кого выбрать? Этот вопрос крайне сложный и зависит от ваших же предпочтений. Я же в своей истории имею несколько рас и их подвидов. Например, эльфы. Да, эльфы это популярная раса. Но все-таки у меня эльфы немного отличаются от эльфов из Dungeon and Dragons. Так вот, у меня есть дроу, темные эльфы, что были созданы не мной. И светлые эльфы, архамы. Также есть драконы. Да-да, это те самые ясеры с крыльями. И мантикраты, драконы, что пошли выше по ветви эволюции. Темные драконы Мирьям и светлые драконы Гнасам. Ну и расскажу про Нуата. Свой отдельный вид. Цор темные Нуаты и Оармаа светлые. В этом случае их делят по вере в богов, а не по магическим способностям. У меня есть и другие расы, разумные и неразумные. Но я думаю, этой инфы по вам пока что достаточно. Вы можете создать персонажа любой другой расы. Или придумать ее самостоятельно. Нет ничего плохого в том, что ваш персонаж будет кошка-девочкой в шортах и футболке. В этом тоже есть свое обаяние. Много кто любит таких персонажей, мол они простые и ненапряжные. Но в этом-то и проблема. Сложно с помощью простого дизайна оставить в голове зрителей отпечаток. Кошка-девочек очень много, поверьте. Так что если вы хотите создать персонажа популярной расы, то вам придется постараться, чтобы ваш дизайн запомнили. Фигура персонажа. С расой разобрались. Теперь поговорим о фигуре. Вы должны выбрать фигуру персонажа, основываясь на его предпочтениях, характере и так далее. Допустим, если ваш персонаж любит заниматься спортом, то он будет скорее всего накаченным либо худым. Если же ваш персонаж ребенок, то с большой вероятностью он будет невысоким. Ну и так далее. На экране должны были всплыть референсы, пока я вам это рассказывала. Ну и например, если персонаж имеет круглую форму, то мы автоматически воспринимаем его как что-то доброе, а треугольник чем-то злым. Таким образом можно специально делать негативного персонажа более треугольным и острым, а доброго соответственно более круглым. Но есть важное уточнение. Вы без проблем можете сделать зло у персонажа круглым и плавным. Без проблем. Но его образ уже не так будет считаться. То есть если вы хотите запутать аудиторию и показать этого персонажа добрым в их глазах, а потом показать «не, а это не так», то в целом это может быть неплохо. А вообще, можете делать персонажа любой формы. Ваш выбор. Просто рекомендую. Одежда. А вот здесь вы можете разгуляться хоть на все 300%. Но тут тоже есть определенные нюансы и правила. Например, если вы создаете свои страны и города, или берете уже реальные, то персонажам желательно носить одежду, которая могла бы хоть как-то намекнуть на их происхождение. Это называется национальной одеждой. Но вы можете сделать абсолютно любой другой дизайн, но тогда придется добавить детали из национальной одежды того или иного персонажа, чтобы он был более колоритным. Например, орнаменты, узоры, украшения по типу ожерелья, браслетиков и так далее. Но это не особо относится к персонажам, что сделаны под стать современности. Ну, то есть так вышло, что в открытых и развитых странах мира зачастую все носят плюс-минус одинаковую одежду в повседневной жизни. Не считая всяких национальных праздников, конечно, там у каждого своя одежда. Одежда также должна частично отображать характер персонажа. Если он открытый и харизматичный, то будет неплохой идеей добавить побольше всяких вырезов и пестрых деталей. Если же персонаж более замкнутый и скрытный, то, соответственно, более закрытая одежда. Цвета это тоже касается. Лично у моих персонажей не более трех основных цветовых одеждей. Если больше, то персонаж выглядит слишком пестрым. Но вы можете специально сделать персонажа пестрым. Возможно, это будет подходить его характеру. Кто знает, большинство из моих персонажей не сильно яркие, так что стараюсь соблюдать баланс. Можно ли вдохновляться готовой одеждой из интернета? Конечно, можно и даже нужно. Можете даже брать готовую существующую одежду, а можете брать одежду по кусочкам других персонажей из интернета. Желательно не от одного автора, а то будет попахивать плагиатом. Кстати, в качестве цветовой гаммы для одежды можете использовать готовые палитры из гугла. Но да, цвета должны подходить характеру персонажа. Прическа. Да, я считаю, это тоже крайне важной вещью. Тут можете разгуляться по полной также. Текстура волос, форма, укладка, украшение, цвет и длина. Я приложу пару референсов чужих персонажей для понимания. Волосы тоже можно привязать к характеру персонажа. Вспомните эти самые острые углы и треугольники, или же окруленные концы и формы. Не смогу прям много здесь рассказать. Просто старайтесь делать прическу под стать персонажа. Ну, то есть, если он школьник, то, скорее всего, его прическа будет крайне сдержанной, а волосы естественного цвета. Я знаю, что это не работает с аниме. Но да ладно. Лично у меня все персонажи изначально имеют обычный цвет волос. Но там по канону те, кто получает магию, замечают, что их цвет волос меняется. Это нормально. То есть, не у каждого жителя того магического мира есть та самая магия. Блин, и опять рассказы о своих укуренных эльфов и их канонах. Черт, мы отвлеклись. Цвет кожи. Ну, и сама кожа и тело в целом. Про фигуру мы уже поговорили. Кожа вашего персонажа может быть любого цвета, которого вы захотите. От белой до синей, от синий до красный и так далее. Главное, чтобы это подходило характеру персонажа. Также можете добавить всякие веснушки, родимые пятна, шрамы и многое другое. Различные ампутации разных частей тела тоже могут сыграть роль. Ведь таким образом можно раскрыть персонажа, мол, он там сражался и потерял глаз в бою. Так что в целом, это идея для раскрытия лора. И таким образом внешний персонаж станет более интересным. Форма и радужка глаз. Глаза также очень важны. И мы снова вернемся к треугольнику и кругу. Наивные и добрые персонажи зачастую имеют большие круглые глаза, а спокойные или же агрессивные зачастую имеют более вытянутую форму. Персонажи-дети тоже зачастую имеют круглую форму глаз. А когда взрослеют, то глаза становятся меньше в сравнении с остальными чертами лица. А насчет радужки, то можно добавить гетерохромию глаз, когда они не одного цвета. Гетерохромия может быть двух типов. Полная, то есть когда один глаз такого цвета, а другой другого соответственно. И частичная, когда радужка имеет вкрапление другого цвета. Также можно добавить там всякие узоры, блики и прочую такую мишуру. Экспериментируйте. Голос и манера речи. Очень краткий пункт. Это больше подходит тем, кто хочет делать серьезные проекты, и в том случае будет нужна озвучка. Голос также может зависеть от характера. Например, если персонаж открытый, громкий и харизматичный, то ему подойдет громкий голос. Также возможен мат и грубые высказывания. Если персонаж теснительный, но при этом добрый, то его голос, скорее всего, будет тихим и высоким. Также может заикаться. Вы можете придумать как женщину с грубым и низким голосом, так и мужчину с мягким, высоким и тихим голосом. Я знаю, что это немного не относится к 2D персонажам обычных художников. Но отлично, мой голос крайне высокий и может кому-то резать уши. Особенно, когда я злюсь. Начинаю говорить быстро, и мне не хватает воздуха, чтобы четко выговаривать слова. Но иногда напрягаю свои связки и слюсь с низким голосом. Но так я больше устаю. Имя и фамилия. А вот теперь мы подошли к одному из самых интересных пунктов в создании персонажа. А именно к имени. Я безумно люблю придумывать имена персонажам. Сейчас даже зачитаю некоторые. Это лишь часть моих персонажей. И я думаю, что некоторые из вас уже могли приблизительно понять, из какого региона они. Да, в моей вселенной некоторые страны имеют реальные прототипы. Как минимум есть Греция, Рим, Египет и Юго-Восточная Азия. Вы можете связать имя персонажа с его работой, внешностью, характером и так далее. Это тоже очень хорошо. Просто переведите то слово или фразу на язык персонажа, либо на другой любой язык, и включите озвучку того, что перевели. Ну и по звуку определите приблизительное слово. Это будет именем персонажа. Но я могу предложить другой более интересный способ. Так вот, раньше я брала исключительно готовые имена из интернета. Но сейчас я делаю хитрее. В общем, заходите в гугл и вбивайте женские и мужские имена и регион, который будет максимально приближен к вашему персонажу по культуре. Теперь заходите на любой сайт. Далее ищите несколько подходящих вам имен, и самое интересное, делите их по слогам и соединяйте слога из разных имен в одно такое имя. Можете проделать такое с фамилиями, но важно сохранить саму национальную принадлежность, как и с именами. Просто погуглите фамилии жителей тех или иных регионов и сделайте что-то свое. Зачастую я пишу сам запрос на английском, чтобы в случае чего я могла придумать более креативное имя из имеющихся. В общем, чтобы я просто не ограничила себя лишь слогами и могла менять те же звуки в слогах. Я выбрала женские египетские имена. Бахити, Киса и Нев. Смешала и получила Бахисинев. У меня крайне странный вкус в именах, так что советую вам самим попробовать проэкспериментировать. Но главное, чтобы имя или фамилия были читабельными, а остальное уже на ваше усмотрение. А вот и последний пункт, и отдельное слово о взаимодействии ваших персонажей. А именно о том, что многим пользователям нравится наблюдать за взаимодействием тех или иных персонажей определенных художников. В том смысле, что в таком случае вам тогда нужно будет придумать несколько таких персонажей. Чего уж таить, я подписана на парочку художников, которые в постах раскрывают лор своих же персонажей. Это очень классная вещь, и я думаю, что у меня в инсте или телеге тоже найдутся подписчики, что решили следить за мной из-за моих персонажей, их развития и взаимодействия. Небольшое лирическое отступление с советами. Ну, и если вы вдруг забудете имя персонажа, его рост, вес, то можете записать их в заметках, блокнотики, либо нарисовать референс со всей инфой, что, кстати, всем советую делать. Особенно, если вы забываете о том, что придумали 10 минут назад. Также важно помнить, что ваш персонаж будет расти вместе с вами, и его дизайн и характер не вечны. Они претерпят изменения и станут лучше, ведь вы будете набираться опыта. Так что не расстраивайтесь, если поначалу вам не будут нравиться ваши же персонажи. Это все пофиксится с годами. Главное, не бросать дело. Подведу итоги всего ролика. Создание персонажа – это очень интересная вещь. Но только не стоит паниковать и огорчаться, если его у вас нет, или же у вас ничего не получается. В отсутствии своего персонажа нет ничего плохого, но если вы хотите набрать аудиторию, то желательно иметь хотя бы одного простенького маскота, либо же нарисованную версию себя, чтобы люди вас запомнили. Очень надеюсь на то, что ничего не забыла и не упустила важные пункты. Я старалась поделиться своим опытом и мнением на этот счет, не сильно углубляясь во всю теорию. Пишите отзыв о видосе, были ли мои советы полезными и интересными, ну и так далее. Благодарю за просмотр. Я вас правда очень люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok